Audio Jungle Елена Жук, директор Московского Удома музея Марины Цветаевны. Для меня это, конечно, в первую очередь большая ответственность и, конечно, большая честь служить именно в этом музее, в мемориальном пространстве имени такого великого поэта. Деятельность действительно разнообразна, потому что директор музея вынужден совмещать в себе должность художественного руководителя и директора-администратора. Директор музея, он отвечает и за творческую составляющую, за развитие музея, за выставочный план, за экспозицию. И в то же время директор музея обязан быть хозяйствующим, скажем так, субъектом и, конечно, отвечать и за здания, за коммуникации, за трудовой коллектив. Музей – это живой организм. Все, что с ним связано, все ложится на плечи директора. Это безумно интересное и увлекательное приключение. Это именно шанс и возможность, уникальная возможность. Я не говорю мечте сбыться, потому что я не знаю, насколько это мечта. Но когда вдруг ты становишься ответственным за то, чтобы развивался в Москве дом, музей, в котором жила великий русский поэт, то, ну, разве можно, по крайней мере, в данном возрасте, на данном жизненном этапе мечтать о большем? Я попала в культуру благодаря стажировке. Темой моей был маркетинг городов, социология, маркетинг. Все это было очень близко. Маркетинг городов и территорий. Это была годовая стажировка в правительство Москвы в четырех органах исполнительной власти, где первый и четвертый, соответственно, это был один и тот же департамент. По квартально каждому органу власти по три месяца. И за 12 месяцев работы, сразу после института, у меня появилась счастливая возможность легитимно сменить 13 мест работы. 13 коллективов, 13 мест работы. То есть очень выбирательность была из чего. Ну и по итогам между парками, клубами, библиотеками выбран был партнер культуры управления музеем и восточной работой. Музеи оказались мне ближе всего. И по мне так они действительно соединили всех музеев выше перечисленного, тем интереснее для меня. И в управлении музейно-восточной работы нашлась вакансия после стажировки. Я пришла туда и почти три года там проработала, курировала разные музеи, в том числе дом музея Марины Светаевой. И в январе 16-го года руководство департамента посчитала возможным поручить мне вот этими юбилейными датами подготовки к музею, к юбилею заниматься. Поворотным моментом, конечно, была стажировка. И сама возможность молодому специалисту, который после университетской скамьи выходит, и действительно мечется. И в обычной жизни у него есть только один шанс. Иначе ему придется увольняться, опять наниматься. Увольняться, увольняться. А здесь у тебя, ну вот у меня было 13 возможностей попробовать абсолютно спокойно выбрать, посмотреть, там, притереться к коллективу, посмотреть условия работы, там, режим работы, функционал и выбрать то, что я выбрала в итоге. Будущим стажерам правительства Москвы я желаю по итогам стажировки сделать правильный выбор. Потому что правильный выбор стать стажером, он правильный по определению. Ну, просто по определению. Уникальная возможность дается, там, единицами с тысяч. А вот дальше используйте время, отведенную на стажировку с максимальной пользой и эффективностью, чтобы вот уже после стажировки действительно сделать правильный выбор. Общайтесь с людьми, получайте как можно больше информации от всего вокруг, что вы видите, слышите, что происходит и так далее. Только так, по итогам стажировки, вы примите правильное решение. Если вы принимаете решение остаться, оно уже взвешенное, правильно, а не просто, что выпускник вуза и от нечего делать пошли на новую службу. Не могу сказать, что я каждое утро, начиная с того, что прихожу сразу в мемориальную квартиру, как правило, начинаю я именно с этой комнаты. Она впервые за 25 лет доступна для широкого круга посетителей. Здесь мы сделали выставку специальную к юбилею. Она называется «Роднее, чем в родстве». Мы рассказываем о гостях этого дома, о гостях квартиры, о гостях Марины Цветаевой. Это комната, сердце этой квартиры. Все, что вы вокруг видите, стоит на своем месте совершенно не случайно. Большой письменный стол с красным сукном, подаренным Иваном Владимировичем, Марине Цветаевой. Она сажет в печи. Но здесь он сейчас стоит, стоит такой же, который играет роль того стола. Самую большую и светлую комнату этой квартиры с тремя окнами, выходящими во двор, Марина Цветаева определяет как детскую, большая, просторная, светлая комната. В этой части экспозиции у нас больше всего немеряных предметов. Среди них вот эти два замечательных предмета. Зеркало, где муть, и вот этот маленький мраморный столик. Сейчас мы поднимаемся в пространство квартиры, которое сама Марина Цветаева называла «Чердачный дворец». Там и комната ее супруга Сергея Фрона, который она оставляет такой, какой он ее покинул, когда выходил на фронт. И еще две комнатки. Одна из них – кухня. Здесь начало нашей новой выставки. А выставка, которая рассказывает о том, что происходило после 1917 года. Ну и, наконец, последняя комната – это мансарда или церская чердачная мансарда. У нее было много разных названий. Образ этой части выставки – это вагон санитарного поезда номер 187, в котором служил Сергей Фрон. Если говорить о мечте, о сверхцеле, то она звучит очень просто. Я хочу, чтобы каждый москвич хотя бы раз в своей жизни побывал в доме-музее Марина Цветаева. И чтобы как можно большее количество из тех, кто побывал здесь хотя бы один раз, возвращалось вновь, вновь и вновь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова